Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Автор сценария Джойс Хефт Бротман По роману Патрика Линча Убейте меня Пожалуйста Убейте меня Режиссер Алан Метцгер Резиденция Паркера в Чарлстон, Южная Каролина Ну, попробуй еще Скажи, они так любят? Да, нормально, мама, все нормально Может, больше сахара? Такое движение сейчас Да, времени полно, не волнуйся Это их любимый десерт Его нужно правильно приготовить Я все лето их не видела, целую неделю с ними не разговаривала Я буду стоять там, и мы встретимся, как только они выйдут из самолета Все будет хорошо Да-да, не волнуйся Маму свою они не забудут Да дело не в этом А в чем? Не знаю Когда они возвращаются от него, как будто он Диснейленд, а я Ты их мама Что же делать? Ты же их воспитываешь Они тебя очень любят Очень любят, не волнуйся Это всегда так Попробуй Прекрасно Теперь я могу идти? Простите, а остальные пассажиры? Все уже сошли Это рейс Ди Опердис из Нью-Йорка? Да Подождите, пожалуйста, проверьте Я ищу моих детей Да, билеты на их имя были забронированы, но они не пришли на посадку Они что, опоздали? Похоже на то Джонатт Ну ты и негодяй Спасибо Порт Довер, деловар Прямо давай Послушай, приятель Сумасшедшая горилла Городской суд Феррел Батезда, Мэриленд Пятнадцать шестилетних, помнишь? Господи, можешь себе представить пятнадцать детей? Нам помощь потребуется? Да ладно Все в порядке Эл, обезьян в отдел Б Отдел Б Карантин приматов Он сказал, по этому номеру обязательно буду подходить Маму, уже прошло больше суток Как они могли опоздать на самолет и не позвонить мне? Кто-то из их компаний должен знать, как с ними соединиться Резиденция Трэвисов Батезда, Мэриленд Хорошо, спал, милый? Идешь на день рождения? Тогда что же ты такой невеселый? Мой костюм Бэтмена старый Он не годится Я плащ потерял Придется купить новый Но папа сказал, что нужно найти старый Я смотрел, мам, его нигде нет Ни в шкафу, нигде Ни один уважающий себя Бэтмен не может показаться без плаща Особенно в свой день рождения Так ты купишь мне новый костюм? По дороге с работы Да, и все будет посвящено Бэтмену Воздушный шар с изображением Бэтмена Все, что он любит К субботе тут будет его пещера Я опаздываю Ты уберешь здесь? Брать? Чтобы мы, мужчины, делали женскую работу? Штаб-квартира Американского военного медицинского исследовательского института инфекционных заболеваний Юсамрид, Форт Детрик, штат Мэриленд Привет! Кармен, как съездила? Адамс, последний раз слушаю твои рекомендации Ну ты же хотела спать под открытым небом? Да, но чтобы туалет был хотя бы на расстоянии пяти минут ходьбы Но я же говорил тебе о погодных условиях Это была не я, это была моя сестра-близняшка Полковник Бейли вызывает вас срочно Полковник Джон Бейли Доброе утро, сэр Доброе утро Ты хорошо выглядишь? Отдохнула? Это было не совсем то, чего я ждала Делавар, свидетельский суд Доктор Уоттс обнаружен Он болен, вирус о котором мы никогда раньше не слышали Мы что-нибудь о нем знаем? Ничего хорошего Он вчера заболел, сегодня уже без сознания Где он мог его подхватить? Неизвестно Но на правой руке у него рана, похожая на укус обезьяны Спасибо, сэр, я этим займусь Бейли Майор, минуточку Боюсь, придется делать вскрытие Доктор в Делаваре умер час назад Да Да, я жду Ну, наверняка можно найти доктора Паркера Он же на вас работает Можно поговорить с главой вашего западно-африканского отдела? Только не говорите, что мистер Сандберн мне перезвонит Я лучше подожду, ладно? Мисс, я пытаюсь найти своих детей Они должны были прилететь два дня назад И они не прилетели И не говорите мне, что мистер Сандберн мне перезвонит Мне нужно с кем-то поговорить и немедленно Мне сказали в авиакомпании, что ни на какой другой рейс они места не забронировали Может быть, связаться с американским посольством? Я уже звонила им, они сказали найти там кого-нибудь Невозможно Я журналистка, поверь мне, мама Да? Надо же, повесили трубку Дорогая, сохраняй спокойствие Ты не можешь сейчас терять контроль Никому от этого лучше не будет Единственное, что будет лучше, если мои девочки сейчас войдут в эту дверь Готов? В больнице сказали, что это была тяжелая смерть Похоже на филовирус Он крайне опасен Посмотрим, что нам про это скажет Марти Уоттс Субтитры создавал DimaTorzok Кармен, ты в порядке? Субтитры создавал DimaTorzok Кровотечение, ты уверена? Внутренние органы сочатся кровью Практически превратились в жидкость Я жду официальных результатов из лаборатории Эбола? Не думаю, но что-то похожее Когда нам ждать результатов? Завтра, я надеюсь Но я не хочу ждать Это смертоносный вирус, и он сейчас распространяется А мартышки? Им делали вскрытие? То же самое Водс, очевидно, заразился от одной из мартышек Что ты предлагаешь? Необходимо немедленно закрыть Ферреллский институт Это не слишком? Может быть, объявить карантин в одном отделе? Там, где обезьяны? Они все прибыли одновременно? Боюсь, здесь речь идет не только о карантине Кармен Ты хочешь, чтобы мы уничтожили сотни обезьян? Но обычно ты же первая жаловываешься Полковник, после того, что я сейчас видела Ничто не может быть слишком Вирус, который убил человека за сутки Самый смертоносный, который я видела Даже Эбол не такой смертоносный А когда пресса об этом узнает? Она скажет, что мы молодцы, потому что вовремя приняли правильное решение Мне это не нравится Помнишь, пять лет назад Когда мы объявили карантин по малярии Нас чуть не лишили финансирования Я не хочу отвечать вам, майор Не хочу Но это же не малярия Если все решат, что мы запаниковали Паника начнется повсюду Поверь мне Я не первый день здесь работаю Нужно действовать, конечно, но очень аккуратно Ты понимаешь? Да, сэр Хорошо Хорошо Субтитры делал DimaTorzok Надеюсь, парень, у тебя есть страховка. Это машина моей сестры. Что с тобой? Ты что? Позовите врача! Офис президента компании Гентер Системс. Файфокс, штат Вирджиния. Да. Она опять звонит? Да, я подойду. Миссис Паркер, как вы? Я хорошо, мистер Санберн. Спасибо, что ответили. Говорят, вы ищете доктора Паркера? Да, у меня есть номер, но там никто не подходит. Я не знаю... Да не волнуйтесь. Он, наверное, удалился от лагеря, какие-нибудь исследования. Ничего страшного. Что значит ничего страшного? Мои дочери не вернулись домой, и мне никто не позвонил, ничего не сообщили. Знаете, я пошлю кого-нибудь в Рафлезию, чтобы проверить. Я даже знаю, кому можно позвонить. Не волнуйтесь, миссис Паркер, я этим займусь. Считайте, что я забочусь о детях. Это займет много времени. Ну, подождите немного. Я вам перезвоню, как только смогу. Большое спасибо. Мистер Санберн, прошу вас, поторопитесь. До свидания. Это Фрэнк Санберн. Нам нужно кое-что обсудить. Последнее время нам звонит жена Джона Паркера и постоянно задает вопросы. Судя по всему, ее дети там были, но они не вернулись домой. Я думаю, тебе нужно вмешаться в это, прежде чем... Нет. Нет. Это и твоя проблема тоже. Это проблема и твоя, и моя. Это общая проблема. Надеюсь, еще не началось. Привет. Привет. Новости есть? Туда сейчас кого-то отправили. Мы скоро узнаем результаты. Ну вот, видишь, все будет хорошо. Да. Больница Дюпон Мемориал, Нью-Касл, штат Долавар. Не пытайтесь разговаривать, доктор Леви. Не важно, все не важно. Я умираю, я знаю. Мне нужно вас спросить. Ответьте, да или нет. У вас были какие-нибудь контакты с обезьянами? Я делал вскрытие, я делал вскрытие первой погибшей. Эта же штука... Эта штука убила Марти, да? Какое все дерьмо. Аэропорт, кратер Веллингтон, Вайтумингтон, штат Долавар. Ты уверен, что хорошо себя чувствуешь? Ты неважно выглядишь. Ерунда. Горло немножко болит, вот и все. Может тебе остаться? Нет, мне нужно завтра же быть в Бостоне. Маме с папой передай привет, хорошо? Алекс, я очень рада, что ты приехал. Ты мне это скажешь, когда узнаешь, сколько нужно заплатить за ремонт. Вот он, ребята. Вот этот зверь. Вирус, за которым мы гоняемся. Это из печени Марти Вотца. Этот вирус поглотил все органы его тела, все клетки его тела. Две жертвы. Марти Вотц, Берт Леви. У Леви есть тарапина на груди, у Вотца след от укуса. Пока неизвестно, как передается этот вирус. Свяжитесь с семьями, сотрудниками, коллегами, друзьями, со всеми. Любые симптомы, немедленно в изоляцию. И так мы знаем. Вотц и Леви заразились от обезьян. Вопрос, как этим заразились обезьяны. Мы знаем, что эти приматы из Африки, недалеко от Муилы, города в Габоне. Ленокс, завтра надо выяснить их маршрут от момента, как они пересекли нашу границу. Боюсь, что они заразили не только Вотца и Леви. Это все на сегодня. Спасибо. У тебя усталый вид? Сейчас еще вторник. О, боже мой. Сегодня же родительское собрание в школе Ориэля. Да, наверняка. А Том уже заменил тебя там. Ладно, я пойду звонить в Африку. Я буду у себя в кабинете. Я буду у себя в кабинете. Убрано и закрыто, Виллард. Материалы уничтожены. Будет сообщено Джобом. Дальше посмотрим. Алекс, зайди-ка сюда. Я хочу тебе кое-что показать. Мама, я боюсь, что не буду тебе звонить оттуда. Думаю, что я поеду прямо в лагерь. А ты уверена, что именно так нужно действовать? Да, уверена. А ты посиди недолго у телефона, если вдруг они будут звонить мне. Тогда позвони в Габон и оставь мне сообщение. Мне не нравится, Холли, что ты одна туда едешь. Я звонила Санберну два раза. Он мне не перезванивает. Он сказал, что ответа нужно ждать неделю, а может две. Ты бы стала ждать? Нет, не стала бы. Поезжай. Поезжай, я люблю тебя, мама. Я тебя тоже. Пока. Ну и как тебе эта бумага? Не знаю, я несколько раз перечитал. Я бы ее в военные документы отправил. Я тоже так думаю. Она так неожиданно появилась, неизвестно откуда. И эти странные фразы. Понятно одно, это очень заразное. Уровень четыре, не меньше. Наверное, там все взорвали и закачали отравляющих газов. Поганая, конечно, работа, но никакой информации, понимаешь? Черт. Какая связь? Не знаю. Все вычеркнуто. Биллард. Это что, человек или место? Не знаю. Миссис Паркер, это Фрэнк Санберн. Это ее мать. Скажите, пожалуйста, а я не мог раньше перезвонить, я... Мистер Санберн, ее нет. Она улетела искать детей. Куда улетела? В Африку. Она сказала, что не может больше ждать. Она сама найдет Люси и Алекс. О, Господи. Больница Дюпон Мемориал, Нью-Кассел, штат Долавар. Его немедленно в изолятор. Никому не подходить без спецодежды. Я еду. Вирус распространяется. Еще один парень потерял сознание возле Мемориального моста в Долаваре во вторник. А сегодня уже едва жив. Он тоже работал в институте Фаррелл? Нет. Сказали, что он работал на набережной грузчиком. Он, очевидно, грузил этих обезьян. Кармен, у нас есть неделя, максимум 10 дней. И что бы мы ни делали, это будет распространяться как пожар. Я позвоню. Сэр, речь идет не только уже о Фарреллском институте. Началось. Я немедленно пошлю команду в Габон. Нам нужно найти источник этого вируса. Пошлите меня. Ты нужна мне здесь. Моя команда справится вместо меня. Даю тебе двое суток. А потом, чтобы была здесь. Спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Я не могу. Не сердись на меня. Я всё равно не понимаю, почему тебе нужно уезжать, когда у меня день рождения. Мне очень жаль, милая, но у меня работа. Но почему? Возникла неожиданная проблема. Иди сюда. Иди. Заболевают люди, и я пытаюсь выяснить, почему. Я должна помочь им. Ты тоже заболеешь, мама? Нет, дорогой. Я не заболею. Дэвид. Привет, Тори. КОНЕЦ Субтитры сделал DimaTorzok Не волнуйся, всё будет хорошо. Ладно. Я нашёл в Атласе два места с названием Виллард. Одно в штате Юта, небольшой городок, а второе в середине Миссисипи, бывший форт. Его закрыли несколько лет назад. Форт? Неплохо, Дэвид. А где именно находится это место? 50 миль к западу от Белокси, по главному шоссе. Форт Виллард. Там, наверное, очень красиво. Такой, как ты, тут же его найдёт. Ты будешь у меня в долгу по уши. Муило Габон, Африка. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Я могу вас отвезти. Прекрасно. Мне нужно место в 250 километрах к северу отсюда. Никаких проблем, весь город покажем. Мне город не нужен. Прекрасный вид. Нет, нет, мне нужен лагерь Рафлезия. Нет, я только в город вожу. Только в город. Только в город. Я заплачу 100 американских долларов. Идите к Филиппу. Я только в город. Может быть, он вам поможет. Филипп, мне нужно в лагерь Рафлезия. Я дам 500 долларов за твою машину. 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 Пап, Майка Галдера, Бостон, штат Массачусетс. Пап, Майка Галдера, Бостон, штат Массачусетс. Пап, Майка Галдера, Бостон, штат Массачусетс. Река Ивиндо, Габон, Африка. Пап, Майка Галдера, Бостон, штат Массачусетс. Пап, Майка Галдера, Бостон, штат Массачусетс. Добро пожаловать в Габон. Артур Филда из Международной медицинской помощи. Кармен Трэвис. Это мой помощник, сержант Пол Леннекс. Майор Трэвис, ваш капитан попросил меня узнать кое-что для вас. Я думаю, вам будет интересно услышать. Мы ждем подтверждения, но говорят, что были обнаружены некоторые тела. И это соответствует вашим описаниям болезни. Где эти трупы? Их похоронили там же, где нашли. Тела чудовищно изменяются после этой болезни. А что стало с теми, кто их нашел? Они были очень аккуратны. Сейчас они в карантине, но с ними все в порядке. У меня нет времени, доктор Филда, мне нужны ответы. Необходимо взять анализы тканей и тех трупов, чтобы сравнить с теми, что в Штатах. Ну, у них там был лагерь, лагерь Рафлезия. Чем они занимались там? Какими-то ботаническими исследованиями по заказу фармацевтической компании. Как насчет обезьян, которые поступили в Ферреллский институт? Все обезьяны были куплены у одного продавца, Бернара. Он мне нужен немедленно. Вон он ждет вас. Спасибо. Артур, вы нам очень помогли. Добрый день, сэр. Я майор Трэвис. А я Бернар. Мне сказали, что-то случилось с обезьянами, которых мы отправили в Ферреллский институт. Они все были здоровы, я их проверял. Они выглядели здоровыми, когда вы их видели, сэр. Но у них был вирус. Они передали его людям, и теперь все, кто имел с ними контакт, умерли. Мне нужно знать, откуда взялись эти обезьяны. Да я повсюду покупаю обезьяны, 20 разных охотников. Ну, как узнаешь, откуда они? Давайте попробуем. У всех животных была желтая отметина на спине, на плече, простите. Это вам что-нибудь говорит? Столько охотников метят своих обезьян. Чья это отметина? Если все обезьяны заражены, они ничего не будут стоить. Альбер. Это обезьяна Альбера. Как мне найти его? 50 километров к северу, недалеко от Рафлезии. Там у него базовый лагерь. Спасибо, сэр. Спасибо. Аэропорт Кембридж, Бостон, штат Массачусетс. Кембридж, Бостон, штат Массачусетс. Мне сказали, Альбер устраивает свой лагерь в 50 километрах к северу. Это примерно... Подожди. Подожди, кто это? Я сначала проверю. Тише, тише. Я помогу вам. Хорошо. Пейте медленно. Медленно. Вы понимаете меня? У вас был какой-нибудь контакт с больными или с теми, кто умер в последние дни? Нет. Кашляете, чихаете? Нет. Кто-нибудь вас кусал в последнее время? Нет, нет. Мне просто нужно ещё немножко воды. Пожалуйста. Вы американка? Да. Как вас зовут? Холли. Холли Паркер. Вы можете сесть? Холли. Я Кармен Трэвис. Я врач из военного исследовательского института по инфекционным заболеваниям. Что вы здесь делаете одна? Мои дети были здесь в гостях у своего отца и не вернулись домой. Мне нужно добраться до какого-то лагеря Рафлезия. Вы можете меня отвезти? Простите, миссис Паркер, но это военная операция. Мы не можем никого туда отвозить. Поймите. Мне плевать на опасность. Я должна найти своих детей. Пожалуйста, отвезите меня. Прошу вас. Пожалуйста. Порт Виллард, графство Харрисон, штат Миссисипи. Опасно. Въезд воспрещен. Территория американской армии. Территория американской армии. Минутку-минутку. Притормози-ка. Форт Виллард. Форт Виллард. Принеси чемоданчик. Нужно взять анализы. Оставайтесь в джипе, миссис Паркер. Всё будет в порядке. Юсам Рид. 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 Кажется, мы нашли нашего торговца обезьянами. Разобьём здесь лагерь? Нет, нет, сделаем биопсию. Нужно до вечера добраться до лагеря Рафлезия. Юсам Рафлезия. Оставайтесь здесь, миссис Паркер, возьми Холлинз и Рэмзи и начинайте вскрывать могилы. Рафлезия. Рафлезия. Продолжение следует... Это кукла Люси. Это кукла Люси. Это её кукла. Успокойтесь. Доступ закрыт. Пи Ларимор. Ошибка. Дискета защищена. Питер Ларимор. Специальность – клеточная биология. Это доктор Питер Ларимор? Миссис Паркер, в могилах детей не было. Слава Богу. Слава Богу. Сядьте, пожалуйста. Было обнаружено тело белого мужчины. Соответствует описанию Джонатана Паркера. Нет, мне очень жаль. Они были с ним. Может быть, они тоже умерли. Но, возможно, они всё ещё живы. Кто-то мог увезти их в безопасное место. Они знают этот район. Они здесь были всё лето. Кармен, у вас есть дети? Да. У меня есть мальчик, Оливер. Ему шесть лет. Значит, вы понимаете. Бостонский мемориальный госпиталь. Бостон, штат Массачусетс. Это его сбила машина? Да. Да, он всё время без сознания. Ну как, полковник? За эти дни ещё десять больных. Все в Долаваре? Пока что да. Это хорошо. Если вирус распространится, нам его не остановить. Что вы там нашли? Пока ничего, но ответ где-то здесь, я уверена. Надеюсь, вам повезёт, майор. Нужен первоначальный носитель, чтобы изобрести сыворотку. Нам нечем помочь людям. Я знаю, сэр. Мы делаем всё возможное. У нас нет времени, Кармен. 24 часа и всё. Ты мне нужна здесь. Слушаюсь, сэр. Ну что? Филза там проверяет, но в городе никаких детей нет. По крайней мере, нет тех, которые нам нужны. Ладно, завтра начинаем прочесывать весь район. Ленокс, мы должны найти этих детей. КОНЕЦ Продолжение следует... Люси? Алекс? Не бойтесь. Я пришла, чтобы отвезти вас домой. Меня зовут Кармен Трэвис. Я не сделаю вам ничего плохого. Я увезу вас отсюда. Я отвезу вас к вашей маме. К маме? Ваша мама специально прилетела сюда, чтобы найти вас. Но вам нужно сделать первый шаг. Молодчина. Осторожней. Давай. Ну-ка, я посмотрю на вас. Холли в костюм, быстро. Ты давно болеешь? Не знаю. Неделю, может быть. А ты этой простудой не заразилась? Люси! Алекс! Это я, мама! Идите сюда. Как я рада вас видеть. Не волнуйтесь. Не волнуйтесь, мама отвезет вас домой. Мои дорогие. Мои дорогие. Сэр, я убеждена, они приведут нас к разгадке. Может быть. Но они могут быть носителями. Их нельзя возвращать в Штаты. Ни в коем случае. Я приму все меры предосторожности. Этого мало. Я не могу рисковать. Я не могу заразить кого-то в самолете или в больнице. Это слишком рискованно. Полковник, это единственный шанс. Они продержались 70 дней и все еще живы. Нам нужно знать, почему они до сих пор живы. Ладно, я вышлю команду. Людей, которые привыкли работать в полевых условиях. А ты, Ленекс, возвращайтесь. Сэр, я не полечу без них. Им по 9 лет, и они столько пережили. Они будут в больнице, и я справлюсь, не волнуйтесь. Я уже говорила с Эрнсом. Майор, я говорю, это нехорошая мысль. Сэр, простите ради бога, но я привезу их домой. Юсамрит, Форт Детрик, штат Мэриленд. Отделение максимальной изоляции. Хорошо, я сейчас вернусь. Что еще принести, кроме шоколадного мороженого? Пастилу и мармелад. Результаты анализа подтверждены? Нет никаких сомнений. Тела в Рафлезии, охотник, его животные, все убиты одним вирусом. И что же эти обезьяны не помогли нам найти первичного носителя? Нет, что-то здесь не так. Вроде бы должна быть небольшая мутация от одной особи к другой. Ой, что-то здесь не то. Вы можете это доказать? Пока нет. Но просто эти мутации не соответствуют тому, к чему мы привыкли. И еще. Мы с доктором Эрнсом проверяем одну теорию относительно того, что эта эпидемия может быть связана с инцидентом, который произошел 10 лет назад. Инцидент какой? Я не знаю, я получила анонимное письмо, и я не знаю, что это значит. Кармен, я не намерен играть в игры сегодня. Если есть какие-то данные, говорите. Расскажите про это письмо. Ничего конкретного. Слова, фразы. Единственное, что там упоминается, Форт Виллард. Виллард? Какое анонимное письмо? Нет, не я. Университет Форст Парк, Тауссон, Мэриленд. Доктор Лерримор? Я доктор Дэвид Эрнс. А, помню, вы звонили. Вы говорили, что это связано с Фортом Виллард. Мне нужно знать, что вы там делали. Вы работаете на правительство? Разве вы не знаете? Я знаю, что там все накачали ядовитым газом. По-моему, там хотели уничтожить что-то серьезное. Доктор Лерримор, Юсам Рид сейчас пытается справиться с этим смертоносным вирусом. Как это связано с Фортом Виллард? Вы мне скажите. Ну, я не знаю. Понимаете, мы никак не связаны с вирусологией. Я занимаюсь клеточной биологией, генной инженерией. Генной инженерии? Почему этим занималось правительство? Нет, правительство этим не занималось. Я работал на фармацевтическую компанию. Чтобы нам разрешили работать, мы должны были быть максимально изолированы. Поэтому мы и сняли на какое-то время Форд. Не чересчур лет и для генной инженерией? Ладно. Я вам ничего не говорил? Ходили слухи об эпидемии. Какой эпидемии? В таком же респираторном заболевании, как вы описали, смерть через несколько дней. Никто ничего толком не знает. Вирус в лабораторных условиях? Откуда он взялся? Есть теория. Ну? Вы говорили, что этот вирус возник в клеточных культурах. А где можно найти компанию, в которой вы работали? Да повсюду. Это Генс Системс. Свяжитесь с Фрэнком Санберном. Он глава компании Генс Системс. Уверена, он знает про работу Лэрри Мора. Еще что-нибудь? 22 трупа, 40 зараженных, все в районе Делавера. Нам пока везет. Эринс? Да, сейчас же. Майор больной в Бостоне. Похоже на наш вирус. Сержант, проверьте наши дела, и следующим же рейсом улетайте в Бостон. Слушаюсь, мэм. Как этот вирус добрался до Бостона? Это значит, что у нас в два раза меньше времени. Часа два-три максимум. Бостонский мемориальный госпиталь. Бостон, штат Массачусетс. Что со мной скажите? Ответьте. Мы точно не знаем. Это не ответ. Вы же из Юсамрит. Это инфекционные заболевания, да? Черт, что это за болезнь. Извините, никаких интервью, никаких комментариев. Скажите, в чем дело, чем вы занимаетесь? Это связано с тем, что происходило в Головаре. Если захотите что-то сказать, позвоните мне. Это эпидемия? Ответьте, пожалуйста. Ответьте мне, пожалуйста. Как они так быстро все узнали? Ларго, поехали. Я не уверена, что там в это время можно кого-нибудь найти, но... Майор, идите сюда. Вскоре после вашего ухода Алекс начала задыхаться. Как она сейчас? Коми. А Люси? Ничего, сделали анализ крови, все негативно. Сравните их кровь. Срочно. Для чего? Для переливания? Но Люси не спасет свою сестру. А может и спасет. Если у нее есть антитела, которые нам так нужны, то... Сержант, это наш единственный шанс. Пусть поспит немного. Хорошо. Как хорошо, что вы остались со мной. Я знаю, у вас дома свой ребенок. С ним муж. К сожалению, они привыкли к тому, что я работаю в самое странное время. У вас будут еще дети? У меня была дочь. Анна. Она умерла, когда я была беременна Оливером. Эмболия. Ей было два года. Когда это было? Шесть лет назад. И три месяца. Мне очень жаль. Да, после этого жизнь становится другой. Но нужно жить. Расскажите мне о вашем сыне. Он замечательный парень. У отца Оливера своя ветеринарная практика. Они часто вместе. Если у меня есть хоть какое-то время, я стараюсь больше общаться с сыном. Но каждую минуту, когда меня нет рядом, у меня как будто что-то обрывается внутри. Родители. Замечательная сердечная боль. А я помню, в каком экстазе мы были с Джонатаном, когда родились близняшки. Я до сих пор не могу поверить, что его нет. Я помню первый раз, когда я его увидела. Я писала статью об экзотических растениях для National Geographic. И вдруг ко мне в кабинет входит этот экзотический парень. И я мгновенно влюбилась. Мы поженились через шесть месяцев после этого. А что же случилось? Его разъезды. Мы так ждали детей и думали только о них. Вот, наверное, это и сказалось. Да, если проблемы с зачатием. Да нет, не было никаких проблем. Я могла зачать. Дело в том, что у меня был один ген дефектный, и врачи были убеждены, что у меня никогда не будет здоровых детей. Я так боялась этого. Но они ошиблись. Двое прекрасных детей. Это компания Генс Системс, компания Джонатана. Они мне так помогли. Там были ученые, которые занимались генами. И они просканировали мои гены, нашли дефект. Потом была искусственная беременность. В общем, мы ждали, ждали, и все получилось. К счастью. Официальных сообщений пока нет, но по нашим сведениям, вчера в районе Бостона был обнаружен еще один заболевший. Врачи из Юсомрит отказываются подтвердить эпидемию. Нам сообщили, что в Деловаре и на Порт-Вэй Белмарес тоже есть больные. Похоже, это серьезно. Болезнь распространяется очень быстро. Похоже, врачи не в силах ее контролировать. Им нужны факты, которых у нас нет. Продолжение следует... Мама... 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 Все будет в порядке. Все будет хорошо. Моя маленькая, все будет хорошо. Скажите мне все, майор. Я почти ничего не знаю. Что за анонимное письмо? Эронс им занимается. Этого мало. Он уже был у врача, который работал в Форте Виллард во время эпидемии. Где этот доктор? Где этот врач, что он знает? Я не хочу потом об этом узнавать по телевизору. Его зовут Ларримор. Простите, сэр. Что? Майора требуют в изолятор немедленно. Спасибо, сэр. Все в порядке? Никаких следов филовируса? Вы были правы, переливание крови помогло. Надо проверить кровь Люси. Мы должны узнать. Доктор Бейли звонил сегодня из Бостона. Обе медсестры умерли утром. У нас нет времени, Кармен. Эта штука распространяется слишком быстро. Если мы найдем сыворотку, боюсь, катастрофу уже не остановить. Мемориальный госпиталь Сэм Рейборн, Хьюстон, штат Техас. Президент Генс Системс обнаружен мертвым. Вот почему я нигде не могу его найти. Фрэнк Санберн, 55 лет возглавляющий компанию Генс Системс, был обнаружен мертвым в своем кабинете. Мне надоели эти совпадения. Джонатан Паркер работал на компанию Генс Системс. Она же проводила эксперименты в Порте Виллар. Дети были зачаты с помощью компании Генс Системс. И, наконец, Джонатан Паркер умер в лагере Рафлези, который организовала компания Генс Системс. И что теперь? Слава богу, Алекс приходит в себя, но все еще не может выйти из изолятора. Ее спасла кровь Люси, но поможет ли она другим? Нужно немедленно связаться с Ларримором. Доктор Ларримор. Доктор Ларримор. Доктор Трэвис. Я уже все вам рассказал, и не хочу впутываться в это. Но вы уже впутаны, сэр. Все, я ухожу. Доктор Ларримор, сейчас живые люди умирают от ужасных болезней. Мне нужно узнать побольше про Форт Виллард. Но вы же понимаете, что все это абсолютно секретно. Фрэнк Санберн умер. Вряд ли это совпадение. Все, кто работал в этом форте, знают. Немного знают. Это частичка огромной головоломки. Но вы же разобрались. Биологическая война. Им нужно было нечто, что можно было бы в любой момент обратить против противника. Так они сделали человека, который был бы биологическим оружием. Человек и был носителем этого оружия. Совершенно верно. Интересная теория. Но что это нам дает? Я не знаю точно. Может, они действительно сделали человека, но оружие они сделали в Форте Виллард. Может быть, этот человек и есть первичный носитель. И есть причина эпидемии. Господи, Кармен. Дэвид, они единственные, кто пока не умер. Знаешь, почему они не умерли? Потому что первичный носитель не умирает, ведь даже Люси не заболела. Но ведь Алик заболела. Да, но не умерла. А все остальные умерли. Очевидно, ее иммунная система не смогла справиться сама. Но почему вирус проявил себя только сейчас? Вот это мне и нужно узнать. Я хочу поговорить с вами о вашем отдыхе в Габоне, хорошо? Вы все время были с отцом в лагере, да? Да. Чем вы занимались каждый день? С кем вы играли? С людьми в лагере. Алекс, в лагере были какие-нибудь животные, с которыми ты играла, а Люси нет? Нет. Может быть, ты поцарапалась? Может быть, тебя укусило какое-нибудь животное? Нет. А еда? Может быть, ты съела что-нибудь особенное, что Люси не ела? Нет. Ну, а те зеленые ягодки? Какие зеленые ягодки? Ну, их папа выращивал в лагере. Я ей говорила не есть. Папа говорил, и близко к ним не подходить. Слушаю. Это сержант Ленокс. Посмотри. Ты уверен? Абсолютно. Я решил посмотреть, что будет, если кровь Люси Паркер смешать с кровью Марти Уотса, нашей первой жертвы. Никаких следов вируса. Это точно не будет для нее опасно? Абсолютно. Я сама за всем прослежу. Я вернусь через час. Вот это-то мы и искали. Люси – наше спасение. У него на пропуске написано «Джон Липском». ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Их нет. Я пойду проверю. Может, врач их предупредила? Да нет, мы же видели, как она выходила. Выходите. Иди вниз и посмотри все вокруг. А я пойду проверю еще раз. Хорошо. Продолжение следует... Они уехали. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Дэвид, это я. Кармен, черт возьми, где ты? Мне сказали, что ты забрала девочка с больницы. За нами гонится. Мне нужно было увезти их. Что? Я уезжаю на юг, в лабораторию Синти Крейтер. Там она сможет сделать сыворотку. Она успеет вовремя раздать ее? Да, она уже этим занимается. Что я должен сделать? Собери всю информацию о вирусе, который у нас есть. Что-то мы упустили. Приезжай в лабораторию. Проверь тот факс из Габона. Анализы этих ягод. Джат? Да. Джонатан Паркер занимался генной инженерией. Я думаю, что именно это послужило причиной эпидемии. Это было спусковым механизмом. Продолжение следует... Чего как это не? Пешинчик. Сэр, ты приходишь или уходишь? У меня пациент в Балтиморе, которому нужно съездить. Похоже на наши симптомы. Тогда поезжай. Так точно, сэр, я сообщу вам о том, что я увижу. Эрнс уезжает с базы за ним. Лаборатория Фенвик, Чепел-Хилл, штат Северная Каролина. Девочки, какое-то время побудете со мной, ладно? Больно будет? Нет, совсем не будет. Сколько еще нужно времени? Совсем немного. Кофе хочешь? Да, черный. Это капитан Эрнс. Пойду проверю детей. Я нашел их. Машина Эрнса тоже здесь. Вот необходимая тебе информация. Не нравится мне все это, Кармен? Это слишком серьезно. Нам нужна помощь. Я не знаю, кому можно доверять. Мы что-то упустили. Это я получил перед отходом. Анализ ягод. Я так и знала. Эти ягоды и есть пусковой механизм. Если они создавали биологическое оружие, как сказал Ларримор, нужно было каким-то образом начинать эпидемию. Правда? Джон Паркер не мог этого сделать. Он работал на кого-то. Сэр, вертолет готов. Спасибо, сержант. Джоб сообщит начальству. Что это значит? Джоб – это работа. А может, и не работа, может, что-то другое. А может быть, это инициалы? Джи Оби. Джон О Бейли. И он за них. Эрнс. Дэвид, полковник Бейли знает, где вы. Он вызвал вертолет, он летит к вам. Бейли знает, где мы, он летит сюда. Нужно немедленно убираться отсюда. И еще я получил сообщение из Южной Америки от какого-то Ларримора. Ну и что там? Протеос. Это все, что там написано. Протеос? Синди, нам нужно уезжать. Еще несколько минут. Пароль? Протеос. Меморандум Генс Системс. Спасибо, доктор Ларримор. Синди просит еще немного времени. Их необходимо задержать. Ларримор нам прислал пароль. Здесь повсюду отпечатки пальцев Бейли. Отправь это той журналистке. Ее, кажется, зовут Рэйчел Федери. Она оставила свою карточку, где-то там в портфеле. Если в течение часа я не объявлюсь, можешь все ей рассказать. Мне не хочется вас бросать. Я останусь с детьми. Дэвид, ты наша страховка. Он очень опасен, Кармен. Ничего, я справлюсь. Ладно, иди. Оставайся с детьми, что бы ни случилось. Хорошо. Алекс, иди ко мне. КОНЕЦ Где они? Вам их не получить, полковник. Не говори глупостей, Кармен. Они заражены. Нет, они не заражены. Они ваши первичные носители, ваше оружие. Я пытаюсь помочь им. Вы им достаточно помогли. Все кончено, полковник. Ты даже не понимаешь, о чем ты говоришь. В этом вы ошибаетесь. Я прекрасно понимаю, о чем говорю. У меня есть документы, подтверждающие меморандумы, которые вы писали вместе с Гэнс Систенс, дискета Ларри Мора. Там все записано. Это невозможно. Не сомневайтесь, полковник. Капитан Эрнс сейчас едет к репортеру с телевидения. Сержант Фостер, арестовать майора Трэвис. Сержант Фостер, единственный шанс, который у нас есть для того, чтобы вирус не заразил всю страну, это вовремя раздать сыворотку. Это приказ, сержант Фостер. Подумайте, потом вы будете отвечать за сотни тысяч смертей. Сержант, арестовать майора Трэвис немедленно. Сержант Фостер, у вас есть жена? Дети? Помните, ваше решение может стоить им жизни. Довольно. Что вы сделаете? Убьете меня? Вы всех убьете? Это должно закончиться, полковник. Я зуберу у вас оружие, сэр. Вы арестованы, пока мы не разберемся в этом деле. Все было бы так просто. Заслать их к противнику, ввести вытяжку из ягод, и через несколько дней вся страна была бы мертва. В этом прелесть биологического оружия. О чем вы думали? Они же дети, господи боже. Вы собирались использовать их, чтобы убить тысячи людей. Это еще не конец, Кармен. Нет, это конец, полковник. Отвезите его обратно в моей машине. Скажите пилоту, что мы с детьми сейчас полетим в Юсамрит. Продолжение следует... Все в порядке? Да. Ты уверена? Да хранит тебя Господь, Кармен. Дорогая Кармен, прошло уже шесть месяцев. Девочки в полном порядке. Мы никогда не узнаем, считал ли Джонатан, что он сможет контролировать эпидемию, или он просто сошел с ума. И хотя Люси и Алекс всегда будут носить в себе вирус, надеюсь, они никогда не узнают, какой опасности подверг их их собственный отец. Они должны вспоминать его с любовью, как вспоминают его сейчас. Девочки живут на ферме недалеко от Амахи. Живут прекрасно. Люси и Алекс любят свою школу. У них появились новые друзья. Я так благодарна тебе за то, что у нас все в порядке. Я увезла их туда, где их уже никто не сможет найти. Я тебе всегда буду благодарна, Кармен. Ты их герой, и каждую ночь они вспоминают тебя в своих молитвах. Здесь очень красиво, очень тихо и спокойно. Надеюсь, вы с Томом и с Оливером когда-нибудь приедете к нам. Очень любим тебя. Холли, Люси и Алекс. Что вы делаете? Иди сюда, мы тебе расскажем. Может быть, отправимся всей семьей в отпуск. На ферму. Прекрасно. Да, на ферму. Там коровы. Ну, что там еще может быть?